Субботним днём вас. Эти недели, дорогие наши прихожане, посвящены подготовке к Великому Посту и не только воскресные дни, которые относят наименование определенное, как мы знаем, «Недели вытарят все», «Недели о блудном сыне», «Страшном суде». Ну и рядовые, сердечные чтения, они тоже очень важны, потому что всё Писание полезно для, как мы знаем, опять же, Священного Писания. И всё, что там для нас изложено, когда-то написано, передано, всё это для нашего спасения, руководства к спасению. Итак, что мы сегодня слышим? Мы слышим сегодня в евангельском слове о том, что одна женщина в храме положила билеты к сокровищницу. Господь посмотрел, как люди полагали в эту сокровищницу. Были люди богатые и могли положить туда много, а вот она всего доверяется, оказалось, что она положила всё, что у неё было, всё пропитание своё положила в дар Господу. Когда Господь сказал, что она положила больше всех. Видите, им суд Божий, суд, то есть рассуждение, да, и суд человеческий. Люди рассуждают, действительно, чем больше положил, тем лучше. На самом деле, одно дело от избытка своего положить, а другое дело отдать последнее. Когда от избытка, ну, это хорошо, конечно, потому что некоторые и от избытка не дают, жать ничего, жать лучше. Все жадные. Просто разные это меры жадности. Есть, конечно, люди, которые абсолютно, знаете, когда рубашку последнюю себе отдаст, есть такие, но таких очень мало. В основном, всё равно, как это, как бы, граница жадности у каждого есть, она у каждого своя. И понятно, что от избытка мы ещё можем что-то дать, но опять же, чаще всего, на тебя Божий, что на мне Божий есть такая поговорка. Бывает так, что мы отдаём то, что действительно уже не нам не надо, и, собственно, никому тоже не надо. Вот так вот бывают и склады социальные, бывают забитые вещами, которые практически уже, ну, понятно, что идти кто носить не будет. А куда-то надо отдать, ну, значит, надо в церковь привезти. Ну, вот такое вот, такое вот бывает отношение. Другое дело отдать то, что тебе самому нужно. Может быть, у тебя ещё и есть, ну, вот это уже, скажем, вторая степень такая. А другое дело отдать то, что действительно тебя, у тебя нет другого, ну, там, другой рубашки, другой куртки, там, и так далее, другой обуви, но ты отдаёшь. Вот это уже, уже такая, такое вот, для нас это уже жертва. Но это возможно только тогда, когда мы любим. Правильно? Потому что любовь выражается в делах, а делами в велосердии, они как раз и степень нашей любви и выявляют. Насколько мы. Ну, конечно, и не только вещественные, да, но мы понимаем, что когда мы жертвуем своим временем, своими нервами иногда, не так просто бывает ухаживать, например, за больными людьми, да, очень непросто бывает. Даже с самыми близкими и просто ухаживать. Так бывает, на этих перекаятся, что вот я, там, маме грубило своей, там, как-то, ну, я даже не кричал, да, потому что больные становятся капризными и с ними очень тяжело бывает каждый день нести вахту, что называется, свою. Или понимают, что, да, нет, или он будет начинать с нервы вставать, да, как с маленькими, с большими приходится. Вот здесь и проявляется это, собственно говоря, наша любовь и наше терпение. Итак, им Сух Божий, им Человеческий. Мы с вами, каждый, с вами должен знать эту свою меру, насколько мы бываем милосердными. И меру в себе эту милосердие увеличивать, увеличивать. Кстати, начнем со скорого поста, мы должны знать, что великим постом, и вообще всеми постами люди старались, вот первый пост, мы подражаем посту Спасителя, и именно в это время люди старались больше благотворить. То есть все, что они, скажем так, недоедали, да, то есть они меньше тратили средств на пропитание, соответственно, они больше имели возможности благотворить. Поэтому не просто так сегодняшний Иван Теревченко считается, чтобы мы понимали, что нужно не просто благотворить, как нужно нам благотворить, чтобы сердце наше умягчалось, чтобы оно все больше и больше раскрывалось, чтобы больше и больше, по мере того, как мы отдаем, вводило в это сердце наше радость и тепло. Ну, естественно, когда люди получают от нас какое-то тепло, то и они становятся лучше, правильно, и они становятся добрее. И, соответственно, вокруг нас, вокруг нас мир делается лучше. Да, ну, конечно, мы должны помнить, что это все ради Христа должно происходить. Ну, и, конечно, сегодня память льва, папа Римского, дископ Римского. Это святой, который много потрудился. И ему дважды обязан Рим спасением. Мы должны понимать, что Рим – это католичество, но в то время, когда он жил, еще не было католичества. Это была западная часть огромной римской империи, да, и, соответственно, все тогда были православными. Вот два раза папа Рим спасал Рим. Рим не только молитвой, но и силой доброго и кроткого слова. О чем тоже нам с вами нужно поразмышлять, потому что не всегда мы бываем кроткими и добрыми, и всегда наши слова бывают. Да, слово можно, как известно, что слово нужно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повезти. Да, так что вот Леп, папа Леп, он однажды даже сумел смеет Атилу своими словами, предводит Легуна своими словами, что ты победил много стран, да, сделай еще, соверши еще одну победу, победит самого себя, не разоряй нашего города. Тогда этот жестокий человек сказал, да, он сказал, я не знаю, что, кто ты, но сердце мое размягчилось, а я не буду завоевывать ей. Вот что значит кроткое, смиренное слово. об этом когда-то рассуждал Медель Кирилл Павлов, у него такая проблень даже села сели водка, смиренного слова, он как раз вот эту историю и вспоминал. Тоже нам надо этому учиться. И так вот бывает, что тоже человек бывает колючий, глотный, злой, а другой человек с ним, значит, спокойно начинает разговаривать, растворен спокойно, и тот человек тоже начинает расплакать. И наоборот бывает. Агрессия на агрессию, искра начинает в разные стороны лететь, ну и все. Медель никакого нет. Хотел, казалось бы, договориться, а получилось все наоборот. Так что помоги нам, Господи, помоги нам, Господи, удерживайте язык, помни слова апостола Якова, брата Божия, что маленький член немного делает. Надо, чтобы им мы служили так же, Богу и на пользу Иисусу. Аминь. А причастники послушают благодарственную молитву и святую.